Александр Григорьевич, год назад российская армия совершила вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. Готовы ли вы еще раз это сделать, если попросит президент России? Сначала кратко. Да, готов. Дальше меня выслушайте. Не вырезайте вот эту фразу. Просто, чтобы вы понимали мою реакцию. Я уже доводил эту точку зрения до высокопоставленных лиц, которые на плечах носят погоны в западный мир. Не буду конкретизировать. Я готов, и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территорией Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Если с территории Украины, вы об Украине говорите, да? Это касается не только Украины. Это касается и других наших соседей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. Жесточайшим. И война приобретет совершенно иной характер. Год назад не было угрозы со стороны Украины. Вы плохо меня слушали и плохо знаете ситуацию. Я об этом говорил. Откуда готовилось нанесение удара по нашей территории? Это четыре позиции ракетных систем залпового огня, которые накрывали практически промышленные города нашей страны, начиная от Гомеля и заканчивая Брестом. Это было преднамеренное действие украинской стороны. Не знаю только зачем им это надо было. Но они в первые минуты операции были подвергнуты удару территории Беларуси. Это было прямо утром перед началом. Второе. Вы знаете, кто санкции против нас в 2020 году перед началом СВО ввел? Кто первым ввел? Не Соединенные Штаты Америки, не англосаксы вредные, не западная Европа, а, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыло, провокации начали совершать и так далее и тому подобное. И бандитов, боевиков, и сейчас этот процесс продолжается, они тогда уже начали готовить против Беларуси. Ваши подданные заявляют о том, что Минское соглашение, которое вот здесь вот были совершены, это был такой обман. Прежде всего России, да и нас в том числе, кто хотел мира. Это просто было для того, чтобы подготовить украинскую армию к войне. Вы этого не слышали? Слышали? Это факт. Я подхожу ко второму. Вы говорите вторжение. А я считаю, что не вторжение. Вопрос риторический. Я всегда, когда оцениваю ситуацию, сам себе задаю. Зачем власти Украины начали душить русских и русскоязычных в Украине и на Донбассе? Зачем били, убивали их и так далее? Ведь вот эти события на Донбассе ни с Путина, ни с России начались. Они начались как внутреннее возмущение в самой Украине. И толчок этому дал Майдан и бегство. Отъезд Януковича в этот момент на Донбасс. Он поехал туда, чтобы с Донбасса восстановить порядок в Украине. Вот с этого все началось. Причем здесь Путин? Причем здесь Россия? Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями, я только несколько их назвал, надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная, и в том числе с Минских соглашений, повторюсь, все было нацелено на то, чтобы развязать войну. Украина была лишь поводом для начала вот этой войны. Поводом. Этого хотели Соединенные Штаты Америки и кто-то в Западной Европе. Сейчас они, конечно, протрезвели. И они толкали Украину к этой войне. Ну и получили эту войну. Причем тут вторжение? Никакого вторжения, я считаю, не было. Вы считаете, это вторжение, я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили. Русские люди. Стоило было начать специальную военную операцию? Если смотреть с точки зрения того, что вы наращивали боевые действия со стороны Украины и готовились к войне, стоило. У меня такой же вопрос к вам. Стоило ли начинать войну? Или лучше было бы дать гарантии безопасности России, которые она у вас запросила на бумаге? Что такое этот документ? Ничто. Для вас, мы сейчас это уже уверены, для вас, для Запада, для Америки, это ничто. Но тогда Россия и Путин требовали от вас, дайте хоть письменный документ гарантии безопасности, что с Украины или с Европы, которая рядом, не будет совершена агрессия против России. А для того, чтобы убедиться в этом, чтобы Россия была убеждена, вы должны были подтвердить, что вы никогда на территорию Украины не уведете ни ядерного оружия, ни ракетное подразделение дальнего действия. Вопрос, почему вы эти бумажку не дали России? Почему? А потому что вам эта бумажка не нужна была. Вам нужна была война. Вам это нужно было. Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. Пройдет еще немного времени, и я могу сказать, обеспечить свою безопасность и Украине. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать западную Украину. Но это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы Россию обвиняете в том, что она хочет оторвать кусок Украины восточной. А это вы хотите руками поляков расчленить Украину. Вот это будут события. Маски будут сорваны аж до пояса. Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите. Вы же этого не хотите. Но вы допрыгаетесь до того, что военные придут в Киев и отвернут политикам голову вместе с Зеленским. Украинские военные придут в Киев и всех на место поставят, потому что они там в мясорубке. А вы бегаете по Европе и под аплодисменты просите какое-то оружие, истребители и прочее. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди, о которых вы сказали. Давайте это остановим. Давайте. Все сейчас для этого есть. Нет, вы этого не хотите. И даже я не скажу вы. Европа к этому готова. Европа этого хочет. Она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу. И делают с ней все, что хотят. Вот какая ситуация. А вы задаете там какие-то вопросы, агрессия. Будет ли агрессия со стороны Беларуси? Стив, ну я тысячу раз на это уже отвечал. Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию против Беларуси. Вот и все. Вот мой ответ. Он дан давно. И я этой позиции придерживаюсь. Но вы не забывайте, что Россия это наш союзник. Юридически, морально, политически, как угодно. Мы два народа, выросшие от одного корня. Мы юридически, в военном отношении, связаны с Россией договором. Вы этого не знаете? У нас совместная группировка, которая должна действовать. И Россия никогда меня не просила, чтобы мы вместе начали войну против Украины. Россия прекрасно понимает, что у меня проблем моря под Брестом, Гродном и там северная с Литвой. И потом, как у вас принято говорить, инсайт. Данные разведки. Вы хотите втянуть в Беларусь войну? Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши, Литвы. Для чего? Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается на 2500 километров. Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете вступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, каким и каким оружием. И тогда вы не будете рассуждать, а что там армия в Беларуси? У нас армия 75 тысяч мирного времени. Но если вы посмеете с нами воевать, мы разворачиваем армию полмиллиона. Война никому не нужна. И пока сегодня нет вот этой агрессии, расширения ее, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова. Если готовы к этому вы. Я говорю если, потому что знаю, что вы не просто не готовы. Это для вас было бы страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам надо война. Вы потихонечку начинаете своих военных туда забрасывать. Больше 20 тысяч наемников там воюют. Это люди со стороны. Сколько Лукашенко туда послал воевать человек? Сколько? Ноль. И вы меня упрекаете? Я туда не посылаю людей и не собираюсь это делать. В каком случае я готов буду, как вы, Стив, задали мне вопрос, это сделать? Я вам честно и искренне ответил. Вот все. Спасибо.